Приветствую вас! Сразу хочется отметить, что психологи не дают советов, и поэтому, если вы хотите получить совет, то, к сожалению, вы обратились не совсем туда. Психологи анализируют ситуацию и дают рекомендации, которые вы можете выполнять, а можете и не выполнять. Значит, что я увидел? Да, я увидел у вас не желание принимать ответственность за то, что вы делаете, не желание нести ответственность за свой выбор. Я увидел у вас страх одиночества, непринятие себя. Я увидел у вас заниженную самооценку и резко негативное отношение к себе. И, на самом деле, ваше состояние, как сейчас, когда вы не можете ничего есть, связано именно с тем, что не имея ничего ценного, помимо своего веса, помимо, значит, своей фигуры, да, по вашему мнению, не имея ничего больше ценного, вы видите и воспринимаете, точнее, еду, как угрозу. Вот. И я не знаю до конца, в каком состоянии вы находитесь сейчас, но если ситуация с едой будет продолжаться, то вам обязательно нужно будет в больнице, потому что ваш организм будет утащен и могут появиться очень тяжелые осложнения, которые могут достаточно сильно вам навредить. Вот. Так что, сперва нужно решить вопрос этот, ну, или решать его, если это не критично, ну, не настолько критично, да. Вот. А что гораздо более важно, это то, что вы позиционируете себя как несчастную, использованную, брошенную и жалеете себя. И вам это выгодно, потому что так вы не несете ответственность вообще ни за что. Потому что если вы, например, убедите, ну, если вы допустите, что с вами всё в порядке, если вы допустите, что всё зависит только от вас, от того, как вы поступаете, от того, как вы себя ведёте, от вашего поведения, не от того, сколько мужчин у вас было, и не от того, занимались ли вы сексом с кем-то или нет, а именно от вашего поведения, от вашего позиционирования себя, то получится, что всё то, что вы сейчас имеете, это следствие вашего выбора. А это будет невиночимо. И поэтому вам проще думать, что вот, что вы такая, что вы плохая, что вы использованы, что вы никому не нужны, вот, и так далее. Поэтому советы здесь не помогут, а рекомендации вам, я думаю, можно дать такие, последовательно работать со своей самооценкой, со своим восприятием себя, вот, и постепенно вырабатывать позитивный образ себя и других людей. Вот, значит, я встречался с молодым человеком 11 месяцев, пишите вы, и в один момент он просто перестал отвечать на твои звонки и смс. Ну, 11 месяцев это почти год, и если он однажды перестал отвечать вам на звонки и на смс, ну, значит, наверное, все-таки это, этому что-то способствовало. Вот. Наверное, этому способствовало как раз то, что вы ему звонили и писали. Вот. Я, конечно, не знаю, но может быть. Поэтому здесь вот нужно как минимум сперва данный аспект проанализировать. Он просто ушел, не сказав ни слова. А, по вашему мнению, он должен был что-то сказать или как? То есть это, вы знаете, это уже некая такая этапажность, некое такое, как мне кажется, наслаждение от того, что он от вас ушел. То есть так вы доказываете, насколько все трагично. На самом деле это не трагично, потому что многие люди, и не только мужчины, но и женщины уходят, не сказав ни слова, потому что... А смысл говорить что-либо? Ведь если ты что-то говоришь, значит, есть какое-то отношение. А если у молодого человека отношения к вам больше нет, то и говорить не о чем. Так или иначе он не желает с вами больше быть. И вам нужно проанализировать свою половину ответственности за это. Я сначала унизилась очень сильно тем, что написывал и названивал ему целую неделю. Вот здесь я бы раскрыл факт унизилась. Почему вы восприняли это? Это именно так. Ну вот. То есть вообще довольно нормальная реакция в рамках нормы. В рамках нормы пытаться понять, почему человек ушел. И то, что вы называете это унижением, и продолжать, ну, это делали, возможно, и говорит о том, что вы комфортно себя чувствуете только в состоянии унижения. Дальше. Потом перестало, сейчас уже прошло полтора месяца, а он так до сих пор не ответил ничего. А должен был? Во-моему, у него давно уже другая. Ну, если у него другая, то надолго она не задерживает. Еще у меня был выкидыш на раннем сроке, о котором я не сказал никому. От кого был выкидыш, а по какой причине не сказали никому. Ну, и насколько сознательно была ваша беременность, тут вот, тоже нужно выяснять. Я переживал из-за парня и по этому поводу тоже думал о нем. Он не снился в один момент, я просто перестал есть, по какой причине и за что переживали. Вот в чём суть переживания вашего, только вы поймёте, что вы переживаете не по поводу него, а по поводу себя, станция сразу станет совсем иной. Она не выправится, но она станет совсем иной. А-а-а, так, я перестал есть, по какой причине, то есть что значит перестал, если вы перестали есть, то вы приняли решение не есть, а если вы приняли решение не есть, то нужно его исследовать. Как это решение было принято, для чего, чего вы хотите этим добиться? Получается, что вы просто перестали есть как будто вот что-то независимое от вас, зло и перестало есть. Согласитесь, странно за счёт. Я пью йогурт и максимум 500 килокалорий в день. Не совсем понятно, зачем вы это написали. Если я съедаю что-то твёрдое, например, яблоко, то у меня сразу начинается непреодолимое желание вытащить из себя эту еду. Вытащить из себя эту еду, чтобы что? Я пытался ставить два пальца в рот, но меня отсутствует рвотный рефлекс, поэтому я стал пить слабительные 9 таблеток в день. А с какой целью? Я не знаю, как это преодолеть, когда я съедаю что-то, я хочу избавиться. Преодолевать это не нужно, важно понять желание. Если вы хотите избавиться от этого, то что за этим стоит? Какие установки, какие цели, какие решения, а избавиться, значит подавлять. В то же время, когда я стою на весы и вижу цифру меньше, чем вчера, я ощущаю счастье. От чего? А ведь хоть в этом я достигал совершенства, а совершенства не было. То есть, если вы будете совсем худая или совсем потерять вес, это уже не совершенство, совершенство оно для каждого свое. То есть, какого-то индивидуального совершенства нет. То, что вы в этом видите совершенство, это говорит о том, что у вас некий есть стереотипизм восприятия, и отсутствие критического отношения к поступающей информации. Вот. Но это можно, этому можно научиться. Вот. Опять же, фильтр, через который вы будете пропускать поступающую информацию, формируется именно из собственных убеждений, из собственных установок. Ведь так, хоть в этом я стал лучше других, и вы считаете, что это дорого, что вы хоть в этом стали лучше других. Почему вы хотите быть лучше других? Зачем? Быть лучше, чем кто-то. Так получается, что вы живете не своей жизнью, а жизнью других. То есть, я буду лучше, чем кто-то. А вы где? Почему вы просто для себя, а не стараться быть лучше? Не лучше, чем кто-то. А для себя просто лучше. Ага. Так. Значит. Когда смотрим своих счастливых подруг с любимыми мужчинами и любимыми людьми, я думаю, что я хотя бы худаю. Ну, это довольно странная причина следственной связи, потому что, во-первых, то, что у ваших подруги счастливы, это еще не факт. То, что любимые мужчины и любимые дети, это тоже не факт. Вы идеализируете то, чего у вас нет. Вы идеализируете то, чего вы хотите. Вот. Вопрос в том, что вы хотите и, собственно, что это за желание ваше. Значит. Я думаю, что я хотя бы худая, худее и хоть в этом я прекрасно. А с чего вы решили, что худоба есть прекрасно? У вас это получается. Но это не прекрасно. За всю мою жизнь я никто никогда не любил, я никогда даже не целовался с парнем в кино. А вы себя любите. Вы себя принимаете, вы себя хвалите. Вы говорите о себе хорошие вещи. Вы судите о себе хорошо. Если нет, то и другие любить не будете. Поэтому тут вот нужно, так, сперва я люблю себя, сперва я принимаю себя, сперва я ценю себя, потом меня принимают другие, другие. Не наоборот. Далее, здесь вы как бы жалуетесь, вот. Наверное, я не достойный этого. Нет, достойный, просто вы сами этого не осознаете ещё, того, что вы достойны. Дальше. Мой первый секс произошёл в 23-х годах всего два раза, а потом в 27 лет с этим мужчиной. И к чему вы это написали? А сейчас я ненавижу себя за то, что я идиотка, за то, что поверил в эту иллюзию. В какую иллюзию? Непонятно. То есть вы поверили, вы хотели в это поверить. Вы не идиотка, вы хотели, вы поверили, вы это получили. Вы получили секс, это в принципе неплохо. Удовольствие своё вы получили. Что в этом плохого? Так, значит, я испорченный, использованный в 23-х лет. Откуда установка, что лишение девственности это испорченность и использованность? Вы же понимаете, что это не ваша установка. И вы понимаете, что это вас ограничивает. Потому что я вступаю в отношения, в том числе и в сексуальные. Вы не можете знать, насколько они будут у вас, ну, продолжительными. И как секс портит человека, портит женщину, например. Вот вы понимаете, да, какие-то такие архаичные установки, да, совершенно не выдерживающие, как бы вот, современной реальности. И очевидно, что это всё не ваше, это не ваша установка. Так, значит, так, в этом виновата только я, потому что это урок. В чём вы виноваты? В чём? Вот когда вы себя обвиняете, да, в чём вы виноваты и какой эффект от того, что вы себя обвините? То есть, ну, вот вы себя обвинили, да, вот вы говорите, что вот я поступал неправильно. Что я буду делать с этим дальше? Если вы не делаете никаких выводов, то это вина невротическая. То есть, это не ваша вина. Это вас обвиняют внутри вашего сознания определённые фигуры. Важные для вас в жизни. Родители, какие-то ещё фигуры, может быть, парни. А, парень первый, который был 23 года, может быть, что-то ещё. Это не ваше. Потому что если человек обвиняется на сам, то он просто принимает решение. Делает выводы и больше так не поступает. Или поступает и говорит, да, я этого хотел. Вот вы так, вы тоже этого хотели. Вы хотели переспать мужчину, вы переспали. Другое дело, что, может быть, вы хотели большего и пытались этого большего достичь через секс, но это связано с тем, что вы не знаете, как обстоят дела и не умеете себя преподнести. Ничего страшного. Этому можно научиться. А вот источники обвинения необходимо найти и скорректировать их. Ну, то есть, понять, что за ними стоит. То есть, голоса, они будут у вас звучать в голове. Это нормально. Нужно с ними место владаться. Дальше, позволило себя использовать, они уходили от меня, не сказали мне слова, как будто я пустое место, как будто меня не существует. Подволило себя использовать для чего? Чтобы что? Да? Они уходили, как будто меня не существует. Значит, вы себя так поставили, если не хотите, нужно менять своё поведение. Да, наверное, спешите вы. Я пустое место, я пустое, кому она теперь испорчена. Ну, это вот начинается обесценивание себя. Так, многие мои. Вот ещё один момент. Сравнение себя с другими. Да? То есть, когда вы сравниваете себя с другими, вы обесцениваете себя. Нужно откликнуть, откуда началось сравнение с другими и подавление своей собственной ценности. Поэтому вы пустое, потому что вы ориентируетесь на других. Когда-то вы решили ориентироваться на других и принижать себя саму. Вот с этого момента начались проблемы. Так. Значит, все знают, что я испорчен и думаю всем рассказал. Это определённая такая паранойя. То есть, все знают, что вы пустое, все знают, что вы никчёмные. И опять же, это связано с тем, что вы ориентируетесь на других людей. Так. Один мой знакомый, которому вы знали, что написали мне в соцсетях. А потом он резко сказал, что заедет ко мне и спросил, что я просто добавил его в ЧС. Но, само по себе, это не является приглашением к сексу. То, что вы добавили в ЧС, это ваше восприятие. И его нужно исследовать. Мне мерзко от этого всего, если он меня просто использовал, как, кто он, знакомый, которому вы 17 лет. Так получается из вашего текста. Вот. А если он меня просто использовал, как кусок мяса, а я искренне его любила. Ну, если вы искренне его любили, то вы будете довольны тем, что он с вами получил какое-то удовольствие. А если он вас использовал, я уверен, что вы это подозревали, вы позволили ему себя использовать, потому что вам нужно было что-то. Вот. Да, идиотка. Ну, понимаете, вот с кем вы говорите? Вот с кем вы говорите? Это не к нам обращение, это ваши мысли. Это ваши мысли, и это мысли, которые идут не от вас. Я хочу сбежать из этого города скорее. От себя, от себя вы не сбежите от своих проблем, вы не убежите. Поэтому не бежать нужно, а разворачиваться, идти, идти навстречу и решать все проблемы. Но это работа. А я не хочу выходить на улицу, я избегаю людей. Ну, это социофобия, проявление социофобии, конечно. Не знаю, насколько она у вас развита, но как только вы будете больше ценить себя, я полагаю, что все пойдет на убыль. Хочу услышать какой-нибудь совет, просто это такой позор, каждый день себя ненавижу, что теперь что дальше. А позор в чем? В чем позор? Дальше только делать выборы. Выбор скорректировать свое поведение и больше не повторять ошибок. И работать над теми проблемами, которые я указал. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.